Всем привет! С вами Андервеллд и его ведущий Степп. Мы сейчас направляемся в один из московских районов, который в свое время был, скажем так, очень передовым и инновационным. Строили его в конце 70-х годов, и в Москве не было районов с такой инфраструктурой. Подземные паркинги, многоэтажные дома, двухуровневые квартиры. Ну и, конечно же, там не обошлось без инноваций в сфере коммунального хозяйства. Сейчас мы отправляемся на один объект, который был уникальным не только для того времени, а построен он был в 1980 году шведской фирмой, но и остается уникальным для нашей страны и по сей день. На сегодняшний день построено всего два таких объекта. При строительстве микрорайона были использованы инновационные решения не только в планировке квартир и создании необычной для того времени инфраструктуры района, но и в проектировании инженерных коммуникаций. Многие жители микрорайона даже не обращают внимания и не задумываются о том, что в жилых домах отсутствуют мусорокамеры. Впервые в СССР было решено применить в экспериментальном районе централизованную вакуумную систему мусороудаления. Ввиду отсутствия опыта строительства подобных сетей, обратились к зарубежным специалистам. Шведской фирмой была построена в 1980 году запущена в эксплуатацию систему пневматического пыли и мусороудаления. Под всем районом проведены трубопроводы диаметром около метра. Мусор со всех домов по ним поступает на станцию мусороудаления, вынесенную за пределы микрорайона. Для создания в системе вакуума на станции находятся 4 мощных турбины. В штатном режиме работают 2 из них, при повышенных нагрузках подключается третья. Одна из 4 турбин всегда остается в резерве. Но мощности даже всех 4 турбин не хватило бы для того, чтобы создать разрежение одновременно во всех трубопроводах и собирать бытовые отходы одновременно со всех домов. Для этого система оборудования гидроклапанами, управляемыми автономно и позволяющими создавать максимальное разрежение на отдельных участках трубопроводов. По отзывам жителей, функционирование этой системы и конкретно заслона не создают никакого шума. На станции, поступившей по трубопроводам мусор, прессуются в специальные контейнеры и после этого вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов. Сами же мусоропроводы на этажах функционируют как обыкновенные под действием силы тяжести. К плюсам подобной технологии относится отсутствие запаха и грязи в подъездах, ну а к минусам необходимость выносить мусор на улицу в случае неиспрямости системы. Кстати, у домов находятся привычные нам мусорные контейнеры, которые используются для крупных отходов. Сама станция представляет из себя весьма необычное сооружение, отдельно стоящее здание в форме куба на цилиндрическом фундаменте площадью порядка 60 квадратных метров и высотой немногим более 10 метров. Изначально оно было полностью стеклянным, но впоследствии здание обшири металлическими листами. Интересно, что вход на станцию осуществляется через его подземную часть, где и расположены основные агрегаты системы. К сожалению, туда нам попасть не удалось. Но стоит отметить, что в надземном помещении станции характерный запах мусора почти отсутствует. Напоследок несколько интересных фактов о функционировании системы. За период эксплуатации станцию несколько раз посещали шведские специалисты и были весьма удивлены тем, что благодаря произведенному сотрудниками станции реконструкциям и модернизациям она в разы превысила свой срок службы. Ну и, конечно же, шведов шокировало русское раздолбайство, чего только не бросали жителям микрорайонов мусоропровод, создавая засоры в системе. От досок, мешков с цементом и утюгом до лыжных палок и детских велосипедов. И да, мы слазили на помойку, на самую настоящую помойку. Но помойку не обычную, а высокотехнологичную. На этом всем пока. С вами был Стэп и Вулф. До новых встреч на канале Андер Вулф. Продолжение следует... Продолжение следует...